Здесь тоже у нас мыло варенье началось, и еще начали работать, видите, новая совершенно техника, я считаю, что очень такая эксклюзивная, уникальная, это ватные игрушки. Язык не поворачивается назвать все эти произведения искусства поделками. Многие пришедшие сюда были потрясены, с каким талантом и мастерством выполнены все без исключения работы. Время открытия выставки под названием «Добрый свет» выбрано не случайно. День добра, действительно, вчера такой прекрасный и добрый праздник был, и сегодня эта выставка посвящена добрым делам, которые можно увидеть на картинах, в работах. Действительно, практически в каждой работе видна внимательность мастера к деталям, увлеченность и любовь к тому, что делаешь. Высокий уровень изделий отметила и заместитель главы администрации округа Татьяна Квасникова, обращаясь к собравшимся. Ну, столько талантливых людей, просто, видимо, до какого-то периода жизни человек очень занят. Вы там суетой, работой, то, что вот съедает, это там в душе томившееся чувство таланта. Поэтому то, что сегодня вы друг другу имеете возможность представить, предъявите нам, миру, спасибо огромное. Лариса Владимировна Бодрова с удовольствием демонстрирует свои экспонаты. Говорит, на изготовление некоторых уходит больше месяца ежедневной работы. Вязать она умела с детства, а вот остальным техникам научилась уже здесь, порой даже превозмогая себя. Когда пришла в центр, познакомилась с нашим педагогом, Татьяной Николаевной, вот она очень многому научила. Вот этой матурикой у меня вообще не получалось, я ругалась и плакала. Но в итоге вот, очень нравится, мы так учены. Вязание, гончарное мастерство, бумага пластика, рисунки, акварелью и маслом. Перечислить все техники, которыми практически в совершенстве владеют посетители центра «Вера», вряд ли возможно. Есть здесь и традиционное вязание. Теплом мастерицы готовы поделиться и в прямом, и в переносном смысле. Чувствовать спасибо, благодарность бабушкам, которые вяжут. Они навязали большое количество пинеточек, шапочек детских, которые в дальнейшем перейдут в видновский переносный центр незамошенным деткам. Выставка продлится всего три дня, но после ее окончания планируется, что экспонаты перевезут во Дворец культуры «Видное», где она уже будет доступна длительное время. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. «Видное ТВ». Казnem Kayla «Видное ТВ». «Видное ТВ». Продолжение следует...